Я жила в Подольске и с 2015 года устроилась работать в амбулаторию. Я врач. Когда я сюда приезжала, мне казалось, что я подглядываю в замочную скважину какого-то сказочного государства. И оно меня очень манило. И даже я себе только в мечтах могла представить, что здесь какие-то счастливые люди такие живут, и как же вообще сюда можно попасть. Пока меня не надоумила пациентка, достаточно такая возрастная, очень так практически по-матерински, мне сказала, ты сходи, поговори с Павлом Николаевичем, он тебе поможет. И вот в прошлом году эта встреча состоялась. Я не могу, конечно, сказать, что меня прям там очень сильно ждали и принялись расстертыми объятиями, но тем не менее мне были предложены такие условия, которых я бы нигде, никогда в жизни не нашла. И сама себе никогда бы не позволила, не было такой возможности. Я до этого прожила 10 лет в квартире хрущевки однокомнатной, платила за нее ипотеку и должна была платить дальше и еще больше. На данный момент мне предоставлены условия, о которых я только мечтала. Благодаря и моему руководству, ходатайству и Павлу Николаевичу, у меня теперь есть прекрасные просто условия и для жизни, и для работы. Я столкнулась с тем, что если ты действительно усердно работаешь, то ты можешь получить все, чего достоин. И для этого не нужно быть чьим-то знакомым, сватым, братом. Кто с какими-то просьбами обращались, с разными просьбами, разного рода просьбами, все имели какую-то поддержку, какой-то отклик, какую-то помощь. На данный момент предприятию угрожает захват, банкротство. И это разрушит весь уклад жизни в совхозе. Потому что интересы жителей совершенно не совпадают с интересами людей, которые претендуют на данный момент на это предприятие. Это очень тревожит, потому что никто не будет заниматься поддержкой инфраструктуры, никто не будет ухаживать ни за поселком, ни за всеми теми благами, которые здесь созданы. В первую очередь для детей, конечно. Здесь все для детей, и поэтому здесь очень много детей. И здесь очень много женщин, которые в этих условиях видят, что нужно и можно и рожать, и воспитывать. На поселок из 25 домов у нас 4 детских сада. Из них 2 старых сада в очень хорошем состоянии поддерживаются, и 2 новых сада просто сказочных. Когда ко мне приезжают гости, я очень всех зову, мне всем хочется это показать, пока у нас еще это есть. Никто не верит, что это сады. Именно вот это и можно потерять, если у нас не будет этого предприятия и этого директора. Вот лично мне, лично мне, для счастья, для полноценной жизни, нужно, чтобы был совхоз как предприятие, чтобы он поддерживал поселок в том виде, как он есть. А это возможно только в случае, если Грудинин будет оставаться его директором. По поводу того, где Грудинин взял деньги, вот мое такое мнение, что мне как маме совершенно вообще все равно, где он взял деньги. И когда меня об этом спрашивают, я всем говорю, вот где взял, пусть там еще возьмет. Построит еще сад, еще школу, еще парк, еще каток. Потому что это для людей, и я считаю, что люди это оценят, не могут не оценить, потому что действительно это не сравнить ни с чем, такое сложно найти, такое нигде нельзя увидеть. Во всяком случае, я впервые это встретила, и вот как-то мне больше никто этим не хвастался. Жители поддерживают Павла Николаевича, но на мой взгляд, недостаточно активно. Вот недостаточно активно. Мне непонятно, почему все акции, которые устраиваются в поддержку, они очень малочисленны, даже обидно. Вот какое-то чувство, мы все его, наверное, испытываем, что вот это вот все не со мной, со мной никогда ничего плохого не случится, у меня все будет хорошо. Есть люди, которые тоже понимают, что это реальная угроза, более чем реальная, к сожалению, которым есть что терять, которым есть с чем сравнить, которые понимают, что таких условий нет нигде. Ни в Москве, ни в каких больших городах других таких условий нет. Я привыкла к тому, что нужно всегда, нужно много работать, и что нужно чем-то заслужить какие-то блага. А здесь это само собой разумеется. Если ты работаешь, тебе помогут и тебя поддержат. Вот мне вообще все равно, есть у него счета или нет у него счетов. Вообще я хочу, чтобы они у него были. Он этого достоин, потому что. Я хочу, чтобы у него были и яхты, и все, что там себе позволяют богатые люди. Он и потому, что этого достоин. Продолжение следует...